Друзья, ранее на своем канале я уже неоднократно рассказывал про децентрализованный суд Cleros, основной внутренней экономики которого является утилитарный токен PNK, работающий на блокчейне Ethereum по стандарту ERC-20. И в моем сегодняшнем видео я хотел бы более подробно рассказать именно про сам токен, где он торгуется, как менялась его цена за прошедший год и так далее. Но для начала кратко проговорю, что представляет собой сам проект Cleros, на тот случай, если вы забыли или вовсе не смотрели мои предыдущие видео. Cleros это децентрализованная платформа разрешения споров, на которой любой пользователь может внести на рассмотрение дела касательно контента, рабочих отношений, листинга криптовалют, перевода материалов и много чего другого. На самом деле Cleros это единый суд, а система из множества различных сапкортов, то есть подсудов, каждый из которых специализируется на своих делах. Разрешают же данные споры присяжные Cleros, которые внеся залог могут принимать решения по делам и получать за это награду в случае вынесения справедливого и честного решения. Токен же PNK как раз и выступает в качестве залога и награды для присяжных Cleros, то есть является инструментом экономического стимула. Каждый пользователь, который хочет работать в судах Cleros, должен купить PNK и использовать их в качестве залога перед каждым делом. В них же и выплачивается награда присяжным, наряду с криптовалютой Ethereum. И что примечательно, команда Cleros решила не зацикливать свою деятельность своей платформы на своем токене, чтобы повысить спрос на него, как делают другие блокчейн-проекты. Именно поэтому пользователям, которые просто хотят внести дело на рассмотрении, не требуется покупать PNK. Они вообще могут даже не знать об этом токене. Все, что им понадобится, это криптовалюта Ethereum. И казалось бы, при таком подходе спрос на токен PNK будет крайне низким, если им будут пользоваться только присяжные. Но если мы взглянем на график, то увидим, что со спросом у PNK все просто замечательно. В начале 2020 года его цена составляла 0,7 центов. Однако в течение первой половины двигалась понемногу вверх, периодически корректируясь вплоть до лета 2020 года, когда начался очень мощный рост цены PNK и его капитализации, который продолжался вплоть до осени 2020. В ходе данного ралли цена PNK обновила исторический максимум в районе 17 центов. То есть, прирост начала года у цены PNK составил аж 2400%. И это при том, что весь остальной крипторынок в это время не совершал таких уж сильных скачков, и данный рост был не просто инерционным движением вслед за биткоином, а именно личной заслугой токена PNK и команды Cliris. После же такого мощного роста произошла коррекция, в ходе которой цена PNK снизилась примерно до уровней 3-10 центов. Но уже в ноябре, вместе с ростом всех остальных криптовалют, PNK тоже пошел вверх. И сейчас его цена составляет примерно 12-13 центов. Что хоть и не является абсолютным максимумом, но все равно в несколько раз превышает показатели начала 2020 года. Что же касается объемов и капитализации, то с начала года капитализация PNK совершила также резкий скачок со значением в несколько миллионов до нескольких десятков миллионов. И сейчас держится на отметке близкой к 100 тысячи долларов, со средним суточным объемом торгов не менее 1 миллиона. Торгуется же токен PNK на большом количестве криптовалютных бирж, включая таких гигантов индустрии, как Bitfinex, Hotbit, OKEX и MXC. Ну и поскольку PNK это ERC20 токен, то высокие объемы торгов им наблюдаются также на децентрализованных биржах блокчейна эфириум, таких как Uniswap, Balancer, OneInch и Deversify. Со многими из которых, кстати, Клэрос сотрудничает. Например, на бирже Uniswap уже долгое время есть список токенов, моделируемые присяжными Клэрос. Но это уже совсем другая история, о которой я, возможно, расскажу в следующем видео. А с темой токена PNK, я думаю, можно на сегодня закончить. Хотя о самом проекте Клэрос я в будущем сделаю наверняка еще не одно видео. Жирных вам миксов, друзья, и до новых встреч!